Здравствуйте, уважаемые друзья! Это, наверное, первое наше знакомство с вами в подобном формате. Речь пойдет о российском казачестве, о казаках. И прежде чем об этом говорить, хотелось бы, конечно, несколько слов сказать, а кто такие казаки? И что такое российское казачество? Как это не покажется, может быть, странным, но до сих пор понятие, кто такой современный казак, во всяком случае, в законодательном поле Российской Федерации, отсутствует. Единственное место, где об этом можно что-то прочитать, это федеральный закон о государственной службе российского казачества от 2005 года, в котором сказано, что российское казачество — это члены казачьих обществ, взявших на себя обязательства по несению государственной службы и внесенные в государственный реестр казачьих обществ. То есть получается, что все остальные — это уже не российское казачество, а вот эта часть, которая, как недавно сказал на коллегии Федерального агентства по делам национальности глава агентства Игорь Баринов, вот эта вот часть казачества, реестровая, еще ее называют, которая взяла на себя обязательства по несению государственной службы, составляет всего лишь 5% от общего количества казаков, так или иначе зарегистрированных как члены либо общественных казачьих организаций, либо вот этих так называемых реестровых казачьих обществ. Ну, а те, которые нигде не зарегистрированы, вольные казаки, их, в общем-то, никто толком даже и посчитать-то не может. Тем не менее, у нас, особенно обыватель, обычно воспринимает и считает казаками всех людей, которые отделили казачью форму. Ну, как можно считать, допустим, казаком человека, которому вот сейчас такая тенденция в Москве, в частности, наблюдается, говорят, у тебя какой разряд там по несению этой охранной службы в ЧОПе? Шестой есть? Есть все, давай, записывай все казаки, будешь охранять суды. Конечно же, это не казак на самом деле, потому что казак, если уж брать так, скажем, говорить честно, я думаю, мы с вами и впредь будем говорить честно, называть вещи своими именами. Казак, он должен родиться казаком. Поэтому, условно говоря, можно поделить, условно говоря, подчеркиваю, казаков на такие четыре сегодняшних казаков, на четыре такие большие группы. Первая, это те, кто себя считает казаком и является таковым, что называется, породу. Или по этнической своей принадлежности. А потом еще считает себя гражданином Российской Федерации, естественно, и русским. Вторая группа, те, которые считают себя вначале русским, а потом казаком. Ну, так скажем, русский казак. Но, тем не менее, это тоже этнические казаки. Третья группа, которая считает себя только казаками и больше никем. К сожалению, из этой группы очень часто появляются тенденции к такому крайнему национализму и сепаратизму. О чем, кстати, Игорь Баринов, глава Федерального агентства по делам национальности, в своем докладе 17 марта, подводя итоги действий агентства, тоже отмечал, что возрастает тенденция к росту сепаратизма, национализма в казачьей среде. А также другие такие негативные явления, которые поддерживаются радикальными элементами. И, наконец, четвертая категория, это вот те самые члены казачьих обществ. Не все, конечно, там среди них немало есть и настоящих, и серьезных казаков, что называется. Но те, которые никакого отношения на самом деле к казачеству не имели, и пришли туда просто для того, чтобы поработать казаками. И вот этих людей в казачьей форме становится, к сожалению, все больше и больше. И несмотря на то, что тоже считают, называют казаками, но они казаками не являются. И это наносит очень серьезный ущерб и имиджу казаков в России, и в целом процессу объединения и возрождения так называемого казачества.